приветствую дорогие братья и сестры приветствую вас на духовном завтраке сегодня такой день прекрасный сегодня воскресенье сегодня все мы пойдем свои собрания будем прославлять господа будем слушать слово назидание это на самом деле такой день как праздник не как праздник а он и есть праздник я помню как-то ко мне один брат церкви приходит обнимает меня говорит с праздником тебя александр он всех обнимал и я сначала не понял что за праздник я только вопросы говорю брата что за праздником горит александр ты что сегодня же воскресенье сегодня такой день сегодня церковь собирается я понял что этого человека такое внутреннее состояние что он когда идет в церковь для него это как праздник мне честно сказать тоже нравится приходить на собрание немного раньше чтобы была возможность с кем-то пообщаться кого давно не видел увидеть кого-то поздороваться руку пожать и мне еще нравится слушать как команда прославления репетирует песни не поют уже заходишь церковь и уже начинаешь прославить господа и такое состояние что домой пришел чувствуешь себя как дома знаете когда уезжаешь куда-нибудь далеко из дома несколько дней нету а потом приезжаешь домой ты понимаешь дома так классно тепло уютно хорошо атмосфера такая классная домашняя так и собрание по крайней мере у меня когда вот неделю не при ну не не было когда неделю на собрании а потом приходишь воскресенье и чувствуешь себя как дома это на самом деле классно мне нравится но я хочу сегодня обратить на такое место писания в библии это первое коринфянам 14 глава 26 стих здесь написано и так что же брать хочу сразу подъяснить что павел когда употреблять это слово братья я он обращается к собранию то есть сестер это тоже касается когда вы сходитесь и у каждого из вас есть псалом есть поучение есть язык есть откровение есть истолкование все сида будет к назиданию и здесь павел говорит когда вы собираетесь у каждого из вас есть то чем вы можете послужить другому человеку то есть назидать церковь и давайте сегодняшним утром сейчас перед собранием помолимся попросим господа о том чтобы бог дал слово чтобы я пришел в церковь чтобы ты пришел в церковь и принес это слово чью-то жизнь вдохновение ободрение может ли за кого-то нужно помолиться помолиться с другого человека значит чтобы быть благословением собрания вдохновлять друг друга поэтому пусть господь нас благословит сегодняшнем дне я желаю чтобы каждому бог дал слово чтобы мы несли это слово чужую другую жизнь вдохновляя поднимая человека желая каждому и конечно же давайте сегодняшнем не приготовим наши сердца для слышания слова божьего потому что я верю что все мы идем на собрание у кого-то есть вопросы к богу у кого-то есть ну может быть непростые ситуации в жизни когда хочешь утешение я желаю чтобы придя сегодня на собрание ты брать сестра получили это утешение если ты нуждаешься в этом если у тебя есть какой-то вопрос и ты ждешь слова от бога я желаю чтобы ты услышал это слово сегодняшнем дне на собрании потом пусть бог нас благословит всем хорошего дня